Доброе утро! И сразу о заявленной теме рекорда Александра Ручкина. И вообще расскажите, удачная, я так понимаю, у вас зимний сезон получается? Ну, в принципе, сезон у нас в этом году очень длинный, большой. Вот зимний сезон, потом надо до очереди каким-то образом до октября месяца. Там всемирные игры в Австралии будут. И вполне возможно еще соревнования чемпионата мира ATP. ATP, это паралимпийцы, скорее всего, туда можем тоже попасть. Есть, конечно, команду нашу паралимпийскую допустят. Ну, в принципе, наша задача простая. Чем выше уровень соревнований, тем лучше выступать, тем достойнее выступать. И на каждом соревновании я всем своим воспитанникам говорю, что личный рекорд. Больше на данный момент не надо ничего. В общем-то, пока так и идет. На чемпионат России выехали, два личных рекорда, два чемпионата. Рекорд России получился у нее в тройном прыжке. В длине не получился. А, нет, в длине в закрытом помещении тоже сам получился. Ну, а дальше сбор был небольшой в Саранске, 10-дневный. И ехали дальше на Европу, в Стамбул. В Стамбуле, значит, дважды она улучшала рекорд России в тройном прыжке. Сначала 11.71, потом 11.83. Ну, это ее не основной вид, тройной прыжок. Мы так занимаемся с ней не очень так стабильно. Но, тем не менее, результат растет. Ну, а дальше в прыжке в длину. Там, значит, у нее летний рекорд был 5.71 в прошлом году в Париже на чемпионате Европы. А вот в этом году, значит, чемпионат Европы в закрытом помещении, она, значит, 5.76 прыгнула. То же самое. В принципе, там небольшой был заступ, 5.90. Вот, в принципе, пока вроде как хорошо идет все. Цель, конечно, к Олимпийским играм подготовиться. Ну, рекорд группы у нас 6.14. Еще далековато. Здоровая эта девочка, Турсина Марина прыгала. Ну, будем стараться этот рекорд побить. Ну, вот в таком плане. А что касаемо в целом, вы же работаете не только с Александрой, вы работаете и с теми, кто и бегает, и прыгает. Ну, так по жизни получилось, что когда я стал тренером, тренером детской спортивной школы, мы же набирали ребятишек маленьких всех. Вот он приходит к тебе, ты же не будешь подбирать, допустим, только на спринт. Ты его, значит, принимаешь в группу, начинаешь разбираться, где он способен. И начинаешь ему помогать именно в этом виде. Конечно, сложно. Легче всего к одному виду все это подгребти. А если начинаешь помогать, ага, ты в спринте, давай тебя на спринт готовить. Ты на средней дистанции, ты на длинной дистанции. Ну, в конечном итоге, вот вся вот эта история пригодилась с той же Ксенией Жуковой. Она на собственном виске игрок, две медали. Одна медаль в Семиборье, и у нее, значит, медаль в прыжках в высоту. В Семиборье Сергей Бобринок по международникам тоже сам четвертый был на мире. В Семиборье. Но это вот если бы вот таким образом мы не занимались бы тренеры. А потом, в конечном итоге, мы обязаны им помогать всем, чтобы они как-то достигали, какие-то достижения у них были, чтобы у них было удовлетворение. Само название адаптивный спорт, спорт людей с неограниченными возможностями, как мы любим говорить. А помимо, сейчас понятно, общепризнанной примы, Александра Ручкина, с кем еще работаете вот в этом году? Ну, в этом году есть еще Дима Горбач. Он, значит, Саша Ручкина вторая в мире в рейтинге. Вот. А он пятый в мировом рейтинге. То есть у него шансы на попадание на Олимпийские игры, значит, в 2020 году на Паралимпийские игры у него тоже очень хорошие шансы. Сейчас, на данный момент, его вызвали на углубленный медицинский осмотр. В Москву он прошел. Сейчас речь идет о том, чтобы поехал на сборы. В Кисловодске у нас сборы будет со спортом ЛИН. Ну, и я так думаю, что и подавцы тоже самое будут там. Может быть, и каким-то образом совместно там придется потренировать его. Вам через месяц 70 лет. Сколько лет вы уже в профессии? Ой, страшно подумать даже. Ну, где-то в пределах 50 лет я только на тренерской работе. Только так. Потому что там получилось таким образом, что где-то в 70-м году я получил травму не совместно со спортом. То есть как спортсмен я уже, как говорится, не состоялся. Перешел на заводочное отделение института имени Лесговта. И где-то вот у меня уже стаж был до поступления в институт, стал стаж работы. А с 70-го года я уже стал работать, кстати, насчет инвалидного спорта. Интернат слабовидящих детей на спортивной улице. Вот там площадку, стадион, зал, все это своими руками, все это тихонечко делал. И одновременно работал тренером на 0,5 ставки, на полставки. Потом уже через 4 года перешел уже полностью на тренерскую работу. Вот такие дела. За эти годы самые спортсмены, с которыми вы поработали, кем вы гордитесь? Я понимаю, что всеми, но может быть вот... Ой, много ребят прошло. В общем-то, ну, 3 заслуженных мастера спорта. 8 мастеров спорта международного класса. Очень много мастеров спорта, кандидатов мастера спорта. Причислять нет смысла. Есть вот легендарная Ирина Риутович, которая пробежала в долине смерти. Она тоже работала с вами? Ну, так получилось, что мы с женой с 98-го года ей стали помогать. Я здесь, в Калининграде. Деньги искал, финансировали, договаривался, все дела и так далее. Тренировки помогал, все это. А супруга ездила с ней на соревнования, на чемпионаты Европы, мира и так далее. Там непростая работа. Сутки бежит спортсмен, сутки его... Откачивают. Сутки его спортсмен, тренер обслуживает. Где-то массаж, где-то поить, где-то подкормить. В таком плане. А есть еще такой вид спорта, как двухсуточный бег. Вот она, кубка пятикратная, значит, чемпионка Кубка мира. Ира Риутович. Вот, двое суток спортсмен, тренер не спит, тоже вместе с ней. Бегая с ней вокруг нее, туда-сюда. Я бы не выдержал, жена выдержала. Но она сама спортсменка, тоже моя ученица. Вот, была в свое время чемпионкой России в кроссе. Неоднократно участвовала в кроссе «Правда». Была в десятке. Тогда были мощные соревнования. По семь забегов в каждом забеге по сто человек. Вот, представь себе. В Калининградской «Правде», да? Нет, не Калининградская «Правда», кросс «Правда» назывался. Каждый год в какой-то столице проводился финал кросса «Правда». Вот я ввозил сюда команду. Вот, такие дела. За полсотни лет в тренерской деятельности, какая у вас методика? Может быть, вы ее наработали уже лет 30 назад и только вот так по ней работали? Нет, ну методика такая. Помогать спортсмену каким-то образом вычислять его способности, продолжать их развивать. Слабые стороны постепенно убирать. Не только его, но и вокруг, что касается его. Это его там друзей, это его слабости, может, родных там каких-то вот. Ну вот, каждый начинаешь углупляться и практически живешь вместе с ним. И поднимаешь его, поднимаешь. А потом проходит лет 10, ну там, допустим, Роман Герасев, к примеру, да, мастер спорта, чемпион по юностям России, чемпион по юниорам, по молодежи, что дела. А потом ты его раз-два и выгнал. А за что, спрашивается? А просто парень недопонял что-то там, начал пропускать занятия, начинал... Ну это все, уже нет тренера. Начинал режим нарушать и так далее. Раз приплыл, два приплыл, три приплыл. Ну а потом, извини, парень, кто-то там, допустим, курил, такой самый, дружинин был Боря. Да вырос до кандидата. Я говорю, Боря, а вот теперь подумай насчет сигарет. Или-или. Он через месяц приходит, сдаюсь, Александр Анатольевич, не могу бросить. Ну все, пожали другую руку в таком плане. Ну и так далее. Вот это судьба тренерская. Потом сердце болит у кого-то, месяц, где-то два, где-то годы. Где находите мотивацию до сих пор оставаться в профессии? Некоторые уже там в 30 лет считают, что они... А я, в принципе, вот уже, когда со спортом глухие-то стал заканчивать, уже у меня там, значит, ряд причин. Думал, ну все. А тут Москвинал, Сандузья Владимировна, директор адаптедренной школы, попросили помочь вот Саше Ручкиной. И закрутил, да? И бегано хорошо. Вот сейчас вот в эстафете, она, помимо прыжков, она в эстафете, они проиграли буквально сотый. Касания там. Да, да, да. А в Бангкоке в 2017 году 4 золотые медали, в том числе 4 по 100, 4 по 400. В этом плане. Пару слов прямо в камеру к калининградцам, которые сомневаются, зачем вам вставать с дивана. Вот человек, которому скоро 70, который до сих пор в профессии, смотивируйте, пожалуйста. А очень просто. Лучше медвоспитание, когда человек не знает, что воспитывать. А лучшее средство воспитания, это личный пример. Вот надо всем нашим педагогам, всем нашим воспитателям, прежде всего, слова «хорошо», «надо», это все понятно, все хорошо. Но личный пример – это основа. Вот все. Это Александр Григорьев, заслуженный тренер России по адаптивной легкой атлетике, человек, который готовит сейчас, в данный момент, спортсменку Александру Ручкину, который установил рекорды России и готовится, возможно, представить нашу страну на паралимпийских играх в Токио 2020 года. Это уже не только от нее зависит, но и в том числе от признания Международного паралимпийского комитета, который на данный момент допустил сборную России. И частично, как говорят, все мы ждем, что восстановят полностью в правах, и мы увидим нашу спортсменку не только на самом турнире, но и на пьедестале почета. Это рубрика «Вне игры», которая каждый в турнире читает и ярко рассказывает вам о калининградском спорте. Есть у нас огромное количество событий, которые состоялись и которые будут. На этих выходных мы активно будем отмечать пятилетие воссоединения Крыма с Россией, поэтому калининградские соревнования многие будут посвящены этой теме. Например, состоится фестиваль игровых видов спорта в Калининграде, на который, по нашей информации, должна приехать сборная представителей Крыма. Также будут соревнования по современному пятиборью, по различным видам единоборств. Будет у нас международный турнир «Балтийский лед». Поэтому вся информация, афиша, где и что состоится, и во сколько, есть на сайте регионального министерства спорта kldefissport.ru, той организации, которая поддерживает нашу рубрику «Вне игры».